Раньше в ходу было такое выражение в сетевом бизнесе, во всяком случае там где я работал, в той компании, в организации, говорили так, он работает как будто вермишель об стену бросает, что прилипло то хорошо, а что отвалилось то и хрен с ним, с тем что отвалилось. Это демонстрировало как человек работает, он подписывает всех подряд и никому не уделяет никакого внимания, никакой заботы, никакой поддержки, вот что само прилипло, значит хорошо, а горы вермишели на земле это дистрибьюторы, которые зашли и им спонсор не помогает и они вынуждены были отвалиться от этой стены, отпасть от бизнеса и страдать. Ну вот это звучало очень, очень так осуждающе, если человеку говорили так, что он работает как вермишель, а в стену бросает, то значит он был подлец практически. И я очень сильно верил в это и не хотел быть подлецом, помню, и делал все, чтобы помочь своим дистрибьюторам. Тысячу раз я здесь, наверное, на этом блоге сказал, что вот я сейчас прошли годы, езжу по городам и странам и даже в своем родном городе, все время глаза натыкаются на какие-то адреса, какие-то дома, какие-то балконы, квартиры, углы, заборы, где я был, где я приложил свою руку, где я приклеил объявления и в квартиры, в которых я побывал, помогая своим дистрибьюторам. Я продавал им продукты, потому что они же купили, их надо продать, они не могут, у них не идет бизнес и я должен был им помочь продать. Я с ними ходил на эти встречи, я ходил на встречи с их кандидатами в бизнес, я проводил у них домашние кружки, я проводил у них семинары, я проводил где только я не побывал. Сколько времени, 10 часов вечера, 11 часов я тащусь после встречи с своими дистрибьюторами. У меня была совершенно точная железная установка в голове, что бизнес не построить, если не тащить за собой тех людей, которых ты подписал. Если не чувствовать страшный, раздавливающий тебя до основания в лепешку ответственности за человека, который ты привлек в бизнес. Я готов был там пропадать у них дома, не зарабатывая денег, я считал, что главное продать их продукт, главное подписать под них человека, чтобы они возбудились, чтобы они поверили, чтобы они захотели, чтобы они развернулись в полную мощь, видимую поддержку и в конце концов втянулись в этот бизнес. Я положил кучу сил, кучу своей жизни на то, чтобы помогать своим дистрибьюторам. И в конце концов я понял, что я дурак. Я понял, что я глупец. Я понял, что я шел на поводу у тех, кто учил меня неправильным вещам. Это неправильно, это абсолютно неправильно. Это абсолютно неправильно. Теперь я понимаю, что это тупиковый путь. Я никого не должен жалеть. Я никому ничем не обязан. Я хочу преуспеть, но я не преуспеваю за счет того, что я волоку за собой своих дистрибьюторов. Тащу их, уговариваю, бесконечно поддерживаю и продаю им продукты, подписываю им людей. Нет, это неправильно. У каждого свой собственный бизнес. У тебя есть вопрос, задай, получи ответ и иди работай. У тебя есть вопрос. Умный спонсор скажет, там написано, иди читай. Там ответ на твой вопрос. Иди разбирайся, говорит умный спонсор. Умный спонсор не бежит на встречи. Умный спонсор сломя голову, бросая свои дела. Я сегодня понимаю, что в принципе, вот этот вот пример, когда говорят, бросай лапшу об стену, что прилипнет, то твое. В принципе, это не такое уж и плохое сравнение. Мы, я чудом удержался в этом бизнесе, не положил свою жизнь, чудом удержался. Ну, Бог меня удержал, судьба моя такая. А все сломались, потому что все положили свою жизнь за дистрибьюторов и спереживались, и сгрызли себе ногти только потому, что у кого-то там не идет бизнес. Мне моя сестра сказала, которая со мной работала, работала, билась, билась, потом говорит, я больше не могу никому быть обязанной за их дело. Я больше не хочу нести ответственность за их бизнес. Я больше не могу им помогать. Я потом, у меня у самой нифига не получается. То есть, к чему я клоню? К чему я клоню? Времена меняются. Бизнес, сетевой маркетинг становится осмысленным, проверенным опытом, опытом уже, многолетней практикой, видом деятельности, который делают профессиональные люди. И мы не можем привносить сюда романтику и сопли разные. Бизнес так устроен, как все в этой жизни. Или ты делаешь и имеешь, или ты не делаешь и не имеешь. А то, что тебе кто-то не помогает, то это твои проблемы. Добейся, чтобы тебе помогли, если тебе нужна помощь. Найди тот ответ на свой вопрос, который тебя интересует. Добейся, чтобы спонсор тебе помог, если тебе это действительно надо. Но не позволь себя втянуть в водоворот, забот, дел и ответственности твоих дистрибьюторов. Не дай бог, что ты будешь думать, ты его подписал, ты обязан ему помогать. Ты его подписал, ты несешь ответственность за то, есть у него деньги или нет. Ничего подобного. И я хочу сделать предупреждение и наставление и совет дать новичкам, особенно тем, у кого нет опыта, а также и опытным людям, которые по инерции все еще заботятся о том, что будет с их дистрибьюторами. И силы тратят не на подписание новых людей, не на набор новых людей и поддержку тех, кому действительно нужен какой-то ответ, какая-то первоначальная помощь. А они просто волокут на своем горбу слабых, ленивых, инертных, не-не-не-не-не-не-не-не-не вразумительных дистрибьюторов, которые сами не хотят выкладываться. И это губит бизнес. Это несправедливо, нечестно и неправильно. Поэтому вы подписали человека, у него есть ответы на все вопросы на сайте, на тренингах, на разных мероприятиях. У него совершенно простая работа. И если ему какие-то технические вопросы нужно пояснить, какой-то ответ дать, отправьте его на какой-то ресурс, дайте ему какую-то ссылку, покажите, где он может получить эту информацию. Если надо, один, два, три раза покажите ему, как вы работаете, поддержите его, общайтесь с ним, но не позвольте себе втянуться в его головную боль. Если вы это будете делать, вам кирдык. Итак, лапша об стену. Плохо это или хорошо? Некоторые меня осудят, конечно, скажут, вот, вот, значит, меня и осуждали. Он подписывает все, что шевелится, сжигает за собой территории. Значит, если вы хотите создать проблемы своим людям, если вы хотите, чтобы у них дела шли плохо, если вы хотите, чтобы они были перегружены заботами своих дистрибьюторов, если вы хотите, чтобы ваши дистрибьюторы надорвались, помогая слабым, ленивым и инертным, то делайте то же самое, покажите им пример, надорвитесь, выйдите из бизнеса и покажите, как не работает сетевой маркетинг. Если же вы хотите, чтобы ваши дистрибьюторы преуспевали, если вы хотите нести ответственность и помочь им добиться настоящего успеха, то сделайте так, чтобы они были свободны от вот этой трясины, чтобы у них в мыслях, в голове не было этого груза тяжкого, что я обязан, я должен, я должен выручить, помочь, поддержать, дать денег, продать продукт, подписать ему людей, поставить ему в правую ногу, в левую ногу, в девятую ногу, в заднюю ногу. Если вы не будете об этом думать, если вы не будете беспокоиться, если вы будете делать свой собственный бизнес и показывать, как вы легко и свободно работаете, то они будут дублицировать вас, и у вас начнется правильная передача. Значит, будет организация правильно строить. Если вы себя перегрузите заботами и будете вкалывать за других, а они будут паразитировать, свесив ноги и требовать, мой спонсор, скотина, не ставит мне в левую ногу, я решил с ним порвать отношения. Пишет мне партнер. Я решил, он мне ни одного партнера, одного поставил, жалкого. Я не хочу с таким человеком работать, пошел вон. Это, это, это неправильно. Если вы со мной не согласны, у вас есть возможность внизу написать пять пунктов, на которые вы опираетесь, доказывая, что я не прав. Всего вам доброго.